Что можешь сказать по теме боевых комаров Пентагона? Я вообще-то считаю, что мы не должны опровергать эту информацию, а всячески ее поддерживать и наталкивать россиян на один интересный вопрос. Не идиот ли президент России в медицинском смысле? Потому что раз у нас тут кровососущие угрожают миру, это первый вопрос. А второй вопрос насчет того, сам Путин не является ли кровососущим. Потому что получается, что российское руководство во главе с президентом России толкнуло Россию войной, пошли они на нас, на страну, у которой не только боевые комары кровососущие, которые распространяют лихорадку. У нас там вроде как несколько вариантов ядерной и очень-очень грязной бомбы. А еще за нами 54 страны, из них 31 страна НАТО. То есть, если проанализировать весь вот этот вот ряд, то хочется задаться одним простым вопросом. Нормальный человек пошел бы войной против такой страшной, опасной страны, как наша. Ответ очевиден. И тут я уже говорю без какой-либо иронии или юмора. Факт остается фактом, что люди, которые пропагандировали в России вот этот вот тезис «Киев за три дня», они все на своих местах, продолжают грозить всем, а война продолжается, и люди погибают с двух сторон. Но, как я говорил еще, когда работал в Москве, прямым текстом им говорил, что, цитирую сам себя, извините за нескромность, что российских граждан, которые с оружием в руках пересекут границу Украины, будут здесь убивать, как бешеных собак. Они почему-то даже хотели дело на меня возбудить за эти слова, хотя я требую грамоты от сообщества матерей России, как самого честного человека, который их предупреждал о том, что этого делать лучше не надо за попытку предотвратить войну. Возможно, когда-нибудь я вам эту грамоту покажу. Рома, в продолжение темы, ты сказал, не идиот ли Путин. Вспоминается его заявление, он рассказывал, в частности, что представители США собирают биоматериалы россиян по разным этносам и группам из разных регионов России. Вопрос, зачем? В смысле, не зачем представители США собирают биоматериалы, а зачем Путин это озвучивает в принципе? На первый взгляд ответ очевиден, чтобы вселить в гражданах России страх, что оно должно вокруг Путина сплотиться, потому что насто наступает и всякое такое. Но при каком-то минимальном логическом анализе данного заявления, то выясняется, что за последних полтора года граждане России установили рекорд по количеству переехавших в Соединенные Штаты. То есть, что это значит? Что в руках Соединенных Штатов полнейшая картина всех вот этих биологических образцов. Я не знаю, как их вынимают из людей, надеюсь, людям как минимум не больно. Но если опять же говорить серьезно, кто на Западе хоть раз что-то говорил о том, что хочет массово умертвить или убить россиян? Кто-то об этом говорил? Нет. А есть у них, например, такой генерал Горелев, заместитель комитета Госдумы по делам по обороне и всяким военным делам. Он вообще считает, что нужно создать биологическое оружие для уничтожения англосаксов. Я единственное в этой всей истории хочу задаться вопросом, кто здесь нацист? Российское руководство или кто-то другой? Ну, по-моему, все-таки российское руководство. Они ведут себя как нацисты, они говорят как нацисты. И, возможно, это значит, что они и являются нацистами. Рома, а удается Путину и его пропагандистам объединить российское общество вокруг идеи вот этого западного коллективного врага? Я не знаю. Мне кажется, на основную массу людей это все-таки не влияет. Есть 15% убежденные зет-патриоты и убежденные фашисты. Примерно такое же количество людей, которые категорически не поддерживают это вторжение. Просто у них нет возможности об этом сказать вслух. А все остальные думают, блин, лишь бы нас это не касалось. Но, знаете, опять же, вот эта вот история о том, что Запад наступает, НАТО расширяется, нравится, не нравится. Послушайте, современная Россия состоялась на том, что продавала по высоким ценам после бури в пустыне, начался меняться этот рынок нефтяной и войн в Ираке и так далее. Так Россия и Путин сделали капиталы, триллионы долларов и евро на продажу углеводородов не куда-то там в Африку, а именно в страны Европейского Союза. И поэтому, если мы вспомним, что было до 22-го года, до полномасштабного вторжения, вся Европа была забита россиянами. И сейчас они не боятся ездить в Турцию, они бы и в другие страны поехали. Ну просто нет возможности, не дают визы и нет самолетов. Но факт остается фактом. Ты не можешь, с одной стороны, рассказывать о том, что НАТО это большое зло и все его боятся, а потом элита, дети элиты учатся там, отдыхать любят там, машины любят немецкие, не знаю, французские, но шведские и другие. При этом стратегическое солье продавали на Запад. И сейчас, чем занимается Россия? Строит атомные станции в странах НАТО, в Венгрии и, соответственно, в Турции. По-моему, тут какое-то противоречие. Вы же уже разберитесь. Если они вам враги, то что же вы тогда всячески цепляетесь за этот европейский рынок? А если они не враги, то, наверное, просто кому-то надо посмотреть на себя в зеркало? Да, и сто процентов, чтобы не рассказывала российская пропаганда, россияне, большая часть россиян, больше боятся собственной власти и собственного режима, чем кровожадный Запад абстрактный. И тому есть множество примеров. В частности, в Wall Street Journal вышло интервью с несколькими военнопленными российскими, которых украинские военные взяли в плен возле села Великая Новоселка в Донецкой области, которое недавно освободили. И вот эти русские военнопленные рассказали, среди прочего, но это было главное и это зацепило журналистов, что они боятся возвращаться в Россию, боятся идти на обмен. И почему боятся, вот интересно, если они здесь были с, ну, правое дело у них, да, какое-то, возможно, идеалы, а теперь они боятся возвращаться. Что там с ними могут сделать? Ну, есть у них статья по этому поводу, за сдачу в плен. И вообще, значит, ты Путина не любишь, Родину не любишь. Плюс там же целые легенды, подтвержденные жизнью, ходят о том, что происходит с штрафбатами по факту. Потому что ЧВК Вагнер, это же вот один большой штрафбат. Плюс эти заградотряды. Ну, в общем, я, если честно, вот к информации военнопленных отношусь всегда с таким вот неким недоверием. Ну, потому что люди, они, соответственно, боятся за свою жизнь и начинают говорить всякую чушь в том числе. Но в данном случае, почему я так с недоверием к этому всему отношусь? Вопрос в чем? Ну, так случилось, что у каждого из нас и у вас, и у меня одна жизнь. И эти же люди приехали в Украину. У них же там разные есть объяснения этому. Кому-то денег не хватало. Кто-то объясняет это тем, что все поехали, я пошел. И так далее, и так далее. И при том, что они же знают, какой интенсивности здесь война. О жертвах, о смерти. Ну, они же едут сюда почему-то. И это странно, что они боятся своего государства больше, находясь в России, чем потерять свою жизнь. Поэтому сам факт того, что количество пленных растет в геометрической прогрессии, говорит о том, что, а, у нас программа «Хочу жить» для того, чтобы сдаться в плен, действует. У нас пленных не расстреливают. И да, в конечном итоге это шанс сохранить свою жизнь. В противном случае, вот в этом же тексте, о котором вы вспомнили, там же был описан такой момент, что этот военнопленный рассказывает, мы решили с друзьями сдаться в плен, а один из нашей команды на украинских воинов выскочил с гранатой. И несколько наших парней получили ранение. А потом его, естественно, ну, конечно, он был уничтожен на месте. Так вот, не надо, если в таких ситуациях, вести себя так, потому что это заканчивается только смертью. А все остальные, тот, кто вышел без гранаты, вот теперь раздают в Wall Street Journal интервью, и их жизни ничего не грозит, но, по крайней мере, в плену. Как будет в России, ну, это уже не наша компетенция. Да, Рома, абсолютно согласен, что к словам военнопленных стоит относиться скептически. Разве что есть исключение, вот эти же военнопленные рассказывали про жестокость своих командиров. И вот этой жестокости действительно есть множество примеров. Буквально вчера в сети было видео, которое всех шокировало. В одном из освобожденных сел на южном направлении, Запорожском, была обнаружена колода, возле колоды молот и лежащий труп российского солдата. Ну, вот как вагнеровцы делали, грубо говоря, без головы. То есть его казнили свои же, и потом убежали с этих территорий. Что это за средневековье такое? Как можно объяснить вот эти порядки, которые теперь царят в современной российской армии? Вы знаете, я почему-то вспомнил показания Гиркина, который с гордостью рассказывал о том, что по-другому действовать нельзя. И что ЧВК «Вагнер», они достигают таких вот некоторых успехов. Успехов исключительно на том, что массово расстреливают за неповиновение и только таким образом заставляют людей двигаться вперед. Ну, вообще-то, смотришь на это, но это, конечно, это просто... Я не знаю, можно тут масса слов сказать на тему, что это античеловечно, но мне кажется, россиянам просто пора подумывать о том, чтобы подразделениями сдаваться. Это, наверное, оптимальный вариант. То есть, нечего комментировать. Я единственное не могу понять одного, как так получается, что такое отношение возможно против вооруженных людей. Я тут вспомнил одного российского писателя в эмиграции, он сейчас живет, очень умный и талантливый человек, и он назвал этих людей заложниками. Так вот, разные бывают случаи, но заложники с автоматами, с гранатами, с танками, это, по-моему, что-то все-таки новое в истории человечества. И хотелось бы нашим российским, пока еще агрессивным соседям, пожелать, ну, как-то больше самоуважения проявлять к себе, в части того, как к ним относится их страна. Субтитры создавал DimaTorzok